Ребят, всем привет! Вышла с Олеся и с Лео на прогулку и хочу с вами поговорить о делах насущных. Меня просто шокировали комментарии людей, которые очень грубо, нелестно отреагировали на мое предыдущее видео. В предыдущем видео я просто рассказываю, как там я иду с джоб-центра и говорю, что украинцам сейчас предлагают первое, либо устраиваться на работу, так как курсы немецкого языка уже закончились, или идти куда-то учиться, что в принципе логично. На что большинство там просто неадекватных людей, простите, но по-другому я не могу назвать зрителей, которые пишут подобное. Начали писать типа, о да, давайте там валите на работу, а вы что думали, что вы годами будете сидеть, ничего не делать. Конечно же, вы учили типа немецкий язык и давайте там идите работать. Ну, понятное дело, мойте унитазы, у людей же две грани. Либо в пуф идти работать молодым красивым девушкам, либо идти мыть унитазы. Ну, не знаю, в людей почему-то две грани. Ну, да ладно, не суть. Я хочу сказать, ребята, вы на самом деле думаете, что я, допустим, в свои 26 лет не вижу реальной картины? Это было понятно всем с самого начала, что в Германии дадут людям определенное время, чисто чтобы изучить Deutsch-курс, да, чтобы изучить немецкий язык. Это было все понятно, ну, с самого начала. Я не понимаю, почему люди сейчас выставляют тех же самых, ну, наш даже, да, соленый. Как будто мы думали, что мы все время здесь будем сидеть на выплатах с жоп-центра. Ребят, мы все здравомыслящие люди. Мы все прекрасно понимали, что придет такое время, да, настанет этот прекрасный час, когда мы все войдем на работу. Я просто не понимаю возмущения многих комментаторов. Ой, пчела, аса, аса прилетела. Многих комментаторов. Пожалуйста, не садитесь на меня. Ребята, это же я духи у меня, живанши. Angel und Damon, ангел и демон. И пчела прилетела на мои сладкие духи. Это так, реклама живанши. Обращайтесь, да, если хотите рекламную коллаборацию со мной. Но, если серьезно, духи прекрасные, пчелка оценила. Хочу продолжить, да, свой рассказ. Ребят, вы действительно считаете, что мы здесь планировали жить там 10 лет, изучать язык, и нас в Германии никто не попросит устроиться на работу. Друзья, но это же бред и абсурд. Меня всегда поражали те люди, которые действительно мне писали в комментариях, что, о, наконец-то вы там пойдете на работу. Ребят, если брать в общем, то украинцы изучают всего лишь один год немецкий язык. То есть вы считаете, что одного года достаточно для изучения иностранного языка. Я не говорю там за немецкий, Леонидик, зайка, иди сюда. Я не говорю там за немецкий язык. Я вообще обобщаю за все иностранные языки. То есть вы считаете, что за год можно хорошо изучить до разговорного уровня любой иностранный язык, будь это итальянский, датский, немецкий, английский. Если человек ранее не контактировал с этим языком, то поверьте, это все очень сложно. Меня реально поражают такие люди, которые пишут, да, то вы там сидели. Ребят, а сколько украинцы посидели, как вы все говорите, на социальных выплатах? Ровно год? С тем учетом, что большинство, там 80% людей ходят на Deutsch курсы. Не просто сидят, а изучают иностранный язык. Я просто поражаюсь действительно таким людям. Меня это... Леонидик, нести вот эту грязь, и они так радуются. Леона не бежит. Так ликуют. Вы думаете, что мы украинцы какие, типа, да? Отмороженные и понятия не имеем, что после изучения немецкого языка нужно устраиваться на работу? Просто кто мне это пишет? Я не могу понять. Учение и труд, все перетрут. Я всегда была за образование. Я сто раз говорила, что я семь лет училась на технолога пищевой промышленности. Я ушла с девятого класса. Первый у меня был лицей в городе Изюме. Второе, как бы я пошла на повышение квалификации. Я училась в Харькове, в торгово-экономическом отделу. У нас там был технолог пищевой промышленности. Ну, я не знаю. Я семь лет училась на повара, и мне здесь говорят, что я там за год не выучу немецкий язык. Было бы желание, ребята мои, было бы желание, оно все учится, и есть мотивация, и все на свете. Леонарди куда-то убежал. Просто мне действительно непонятные такие люди, которые пишут вот это действительно бред. Что, типа, вы там, типа, думали, что вы будете сидеть вечно. Ребят, мы все здравомыслящие люди. Никто не думал, что в Германии мы будем сидеть вечно на социальных выплатах. Это логично, что рано или поздно нас всех попросят либо идти на дочь курсы, либо получать какое-то образование, либо просто устраиваться на работу. Почему сейчас так ликуют хейтеры мои? Ну, ребята, я открою для вас огромный секрет. Лично я еще даже не пошла на дочь курсы. Они у меня с сентября месяца. Так что вы можете не волноваться. На работу меня не выпрут, хотя у меня мини-джоп считается. Я об этом говорю буквально в каждом видео. Я не считаюсь там, что я какой-то социальщик, сижу на социале. Нет, ребята. Я считаюсь как юный бизнесмен. Понимаете? Я пишу отчеты. Ну, что мне об этом всем рассказывать? Все же всегда все лучше знают. Поэтому не ликуйте. Мне еще нужно как минимум год ходить на дочь курсы, а уже после, ребята, после года обучения. Кто-то мне писал там полгода, потом два-три месяца. Я не знаю, может, на каждой земле по-разному. Моя подруга пошла учиться в сентябре. В сентябре. И у них заканчиваются курсы в октябре. У них заканчиваются, они сдают экзамены и сразу же делают дочь курс для нас. Вот на эти курсы пойду я с Аленкой, ну, еще там наши знакомые. То есть нам еще нужно учиться год на шпрех, дойте, да, шпрех курс. Потом, если мы захотим, мы пойдем дальше учиться, либо пойдем устраиваться на работу. Почему вы все так ликуете, что вот, наконец-то вас выпрямили, типа, там, на работу. Я не понимаю, в чем вообще эта вся проблема. Я говорю, никакой проблемы нету. Леонардик, я покажу вам Леонардика своего, малыш. Олесечка, шо ты пришла? Посмотрите, Олеся, ой, щас наведу. Олеся со своим, да, животным? Зайка, ты со своей собачкой? Да. Красотя, да, Яко? А ну, покажи, как она в той багавке. Олесечка ее еще даже разрисовала. Ну, покажи, как я разрисовала. Вау, да, красота. Да, еще и ушки. Красота. Окей, окей. Там девочка хочет погладить Леонардика. Леонардик, иди. Леонардика там гладят. Не буду снимать ребенка. Своего можно, чужого нет. Это Леонардик вообще у нас общий любимец, понимаете. Его обожают здесь все киндеры, все его гладят. Ну, он там.